Всем огромный привет! Я сейчас вышла на улицу и просто я в легком шоке. Чего вам показать? Цифру. 9,5 градусов. Я как бы вот, вот как бы вот так. Я, не задумываясь, надела джинсы, толстовку, но она без начеса, легкая, так, знаете, трикотажная. И просто я выхожу на улицу, понимаю, такое, солнышко, так все хорошо. И 9 градусов. Просто 9 градусов холода! Блин, ну только начало сентября, это же не честно. Я смотрю на улицу, все ходят в курточках. В том году, 9 числа, мы купались в бассейне на улице. Погода была. Дети купались, мы купались. Вечером, да, мы уже в толстовках были, но днем мы купались. В общем, в Саратове теперь такая погода. У нас есть зима и лето, а осень и весну мы просто пропускаем. Да то можно на одежде сэкономить, правда ведь? Сразу в зимнее оделись и отлично. Что ты говоришь? Мне очень вкусно. Очень вкусно. Кушай. Гриша, сырничка на завтрак, да? Приятного аппетита. Спасибо. Ты как в садике, да? Спасибо. Вы хором там говорите спасибо, да? Да, ну, как это спасибо. Да, дай пять. А я тебе сейчас сделаю вкусный итальянский кофе с имбирем. Я готовлю в кейзерной кофеварке. Вот сюда наливается водичка. Затем идет вот такое сито. Сюда мы насыпаем кофе. Затем закрываем второй конструкцией, второй половинкой. Закручиваем. Закрутить надо до конца, чтобы вода не выходила во время варки. Все ставим на огонь. Самое главное не прозевать тот момент, когда кофе будет подниматься по трубочке, будет закипит. Этот момент будет слышно, но далеко все равно не уходите. Помните про кофе. Все, кофе готов. Выключаем. Отлично, удобная вещь. Раньше я варила в обычной турке. У меня всегда все в 90% убегало. Я не успевала. И все, у меня кофе оказывалось на плите. Ну, как-то мне в комментариях написали вы, что есть гейзерная кофеварка. Стоит попробовать. Теперь мы уже сколько? Два года пользуемся ей. У нас есть очень классный пазл. Он сложный. И дом не комоват. Будем теперь дом не комоват. Космонавт и дом. Здесь вообще есть подсказка. Вот такая подсказка с контуром. Лист. Но этот лист, во-первых, я не знаю где, но во-вторых, с ним очень просто собирать. Поэтому мы сложный вариант выбрали. Мы с Гришей собираем так. Это очень затягивает. Даже взрослые с удовольствием собирают. Так, что мы сейчас с тобой? Автобус какой-то, Гриш? Где он? Где этот автобус, который мы с тобой нашли? А, дом мы нашли. Так, давай посмотрим, куда космонавта. Может быть, сюда не подходит. Смотрим еще. Но у нас еще дело в том, что детальки не все. Половина потеряны. Вот это рыба вам. Ну, давай подумаем. Подумаем, куда положить рыбу. Нет, она идет. Вот так выглядит пазл. Очень интересно собирать. Особенно первый раз, когда ты вообще не понимаешь. Сейчас я уже так примерно помню, какие там детали рядом. Но когда ты первый раз собираешь, это очень увлекательная игра. И не хватает у нас тут ананас. Раз, два, три, четыре. Телефон, ананас и еще. Три или четыре элемента не хватает. Вроде бы развивашка для детей. А собирали, сколько раз у нас гости приходили. Мы собирали все вместе. Очень интересно. И еще не хватает. Не хватает, Гриш. Ананасика, телефона еще не хватает. Да. Хочу вывести пятна с белой футболки. Буду делать это с помощью хлорки. Так как футболка с рисунком, с черными буквами. Видите, вот здесь пятно не могу отстирать. И вот это пятно не могу отстирать. Еще где-то было. Где-то было. Ну, вот тут вот такие пятна их. Как бы они есть, но их не сильно видно. Но они есть, если присмотреться. С помощью ватной палочки и хлорочки мы сейчас все это замочим аккуратно. Я обычно наливаю небольшой. Вот можно в колпачок, кстати, налить вот сюда. И вот отсюда макаем. И наносим на наше пятно. Таким образом. И оставим минут на пять. Сюда. И вот сюда еще. Аккуратно, чтобы хлорка не попала на цветные элементы футболки. Очень крутой лайфхак. Кстати, в комментариях мне девчонки подсказали. Все оставляем. Минут на пять. Точнее, я делаю не хлоркой. Я делаю обычным доместисом. Но это же есть хлорка, правильно? Сейчас у меня в планах помыть духовку. В прошлый раз я готовила. У меня заляпалась вся духовка. Я, честно, не помню, что это было. Но что-то пошло не так. У меня тут все потекло. Она вся очень грязная. Сейчас буду отмывать вот такой штукой. Называется Санитол для кухни. Удаляет нагар, стоки, загрязнения. Покупала в Экспрессе. Стоит пятьдесят или семьдесят рублей. Действительно, очень эффектное, 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 эффективное средство. Вот так мы распыляем. Оставляем на минут, ну, можно десять, можно поменьше. И в перчатках, и с тряпкой все это вытираем. Хорошо отмываем. Все очень-очень хорошо расщепляется. Жир удаляется. Вот этот нагар тоже удаляется. Нужно только немного времени. Смотрите, просто проводим, и весь жир вот так вот растворяется. Очень удобно. Удобны, кстати, вот эти белые тряпочки. И вот таким образом все отмываем всю грязь. В этот раз у меня не получилось отмыть. Вот это черное пятно. Духовка чистая. Но вот это пятно я уже и залила его другой жидкостью. Накрыла пакетиком. Все равно не отмывается. Надо, видимо, на ночь заливать, потому что что-то там прям сильно у меня пригорело. Ну, сейчас нам понадобится духовка. А на ночь я постараюсь не забыть, залью. У меня есть средства для духовок и плит. Залью и... А так чистенькая все. Сейчас я еще прокалю ее. Поставлю на 230 градусов. Она хорошенько прокалилась. А потом, после этого, я уже буду... Мы будем с Гришей готовить кексы. Мы начинаем готовить. Что мы начинаем готовить? Ну, естественно, что мы еще можем... Нам нужна миска большая. Давай вот эту возьмем. Держи тебе миску. Мы уже все подготовили, ингредиенты. Подожди, пожалуйста, не начинай без меня, хорошо? Да. Сейчас вместе я сейчас все уберу сразу. Мы с тобой вместе начнем готовить. Закрываем. Так. Ну, с чего начнем? Расскажи, какие у нас ингредиенты. Всем уже интересно знать рецепт. Рассказывай, что у нас есть. Тарелка, миска, тарелка, миска, тарелка. Тарелка, миска, тарелка, миска. Ну, вот это масло у нас есть, да? Да. А это что? А это? А это? Это молоко. Молоко, а это? Молоко. Да, все верно. Смешиваем. Это, Мика. Высыпаем сначала нашу смесь. Здесь уже мука. Давай, вот, нет, вот это высыпай. На, держи. Ой, тихонечко. Пожалуйста, не разбейте тарелочку только. Так. Дальше добавляем сюда два яйца. Сможешь сам? Помочь тебе? Отлично. До конца валивай. Все, грязную мисочку давай. Так, стой. Теперь молочко. Тоже давай мне мисочку. Да, я. Давай грязную мисочку. Тихонько. И сливочное масло растопленное. Ну, ничего у нас там. Вот и шесть. Теперь нужно все брать и веничком замешивать. Давайте, погнали. Ну, ты мешай, мешай. Давай, давай, перемешиваем хорошенечко, чтобы кексы получились. Ты прям возьми, вот так возьми, как следует. Вот, давай, замешивай. Ты поделишься рецептом кексов? Да, я не в описании. Оставим в описании? Рецепт на вкусные кексики оставим? Нет. Гриш, скажи, ссылка в описании. Ссылка в описании. Угу. Мешаем, мешаем. Мешаем, мешаем. Главный секрет всех кексов это приговаривать. Мешаем, 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 мешаем. Мешаем? Гриш, может, ты станешь поваром? Нет. А кем ты станешь, когда ты вырастешь? А вырастет капотой. Ну, большой, а кем ты будешь? Может быть, поваром или врачом, или ученым? Поваром. Поваром? Да. Ну, все так мы и думаем, что ты станешь поваром. Откроешь свой супер ресторан, будут тебе все приходить. Ты будешь угощать вкусными блюдами. Откроешь свой ресторан? Да, я хочу качать, я там, будем качать. Кексами. Откроем ресторан кексиков, да? Да. У нас будут с разными начинками. Так, а это будем? Ну, все, конечно, будем, мы решили. Ну, давай ты, мешай. Да, это. Давай, мешай, мешай. Кексы я распределила в формочке. Одинаковое количество с помощью весов я равномерно распределяла. Мне получилось примерно по 75 грамм. Форму бумажную, ее мы не заполняем до конца, потому что еще поднимутся кексы. Все, отправляем в духовку. Она как раз уже прокалилась. Можно отправлять выпекаться кексы. Кексы получились очень вкусные. Я сегодня себе позволила съесть один. Они такие нежные. Давай я сниму бумажку. Вот, смотри, вынимай. Нет, не вынимается. Вот бумажечку отрывай, вот так, снимай. Отрывай. Вот, и все, доставай кексик. Мы вам рецепт оставим в описании. Очень вкусный кексик. Смотри, удалим изюмчик. Гриш, вот сюда клади тарелочку. Не надо в общую кидать. Вот сюда. Рекомендуем вам приготовить. Очень вкусный. Он вот такой, получается, внутри нежный. Мягкий. Ну, как тебе? Вкусный, Гриша? Или невкусный? Мягкий кексик. Наверное, в течение уже недели я разбираю квартиру. Расхламляю, убираю все ненужное. Вот этот шкафчик уже готов. Постепенно, постепенно. Я по чуть-чуть каждый день уделяю время. Вчера был шкаф в зале, где у нас хранится постельное белье, полотенце. Тоже там все разобрала, помыла. И сегодня настало время. Вот этого шкафа на кухне. И вот этот шкафчик тоже я сейчас буду разбирать. Еще мне очень хочется разобрать тарелки, стаканы, чашки. Потому что вот у нас очень много фужеров. Мистер Крабс. Что у тебя там? Боюсь Мистер Крабс. А, Мистер Крабс. Поняла. Подарили нам очень много ребят на новоселье еще дарили. Мы покупали фужеры под шампанское, под вино. И они все стоят вообще в разнобой. Кто где стоит. Вот тут, вот там, везде все стоит. Хочу все навести, порядок, протереть все полочки. И разобрать весь ненужный хлам. Сейчас вот этим как раз и занимаюсь. По поводу вот этого прекрасного черного провода. Может быть, кто-то, скорее всего, обратил внимание, пока я сейчас показывала вам. Здесь провод и вот такая вот нагревающая часть, элемент. Это сделали мы, это не предыдущие хозяева. Это освещение, которое работает вот так. Включается, выключается. И все это надо как-то замаскировать красиво. У меня пока нет идей, как это сделать. И меня расстраивает, что вот этот элемент, он очень сильно нагревается. Мне кажется, даже вот эта пластиковая часть греется. И, естественно, только вот поставить сюда какие-то контейнеры, пока так решается вопрос. Вот. Как еще закрыть? Еще он черный. Был бы он белый, там, черный, синий, коричневый. Такие цвета, да. Вот это же не очень видно. Но этот прям вот на самом видном месте. Наверху, конечно, просто жесть. Страшно показывать. Все в пыли. Причем пыль, она не убирается. Она, я не знаю, чем ее отмывать. У меня меланиновая, меламиновая губка. Вот она. Вот губкой. Вот, покажу вам. Скатываются вот такие катышки. О, это, конечно. Слушайте, знаете, что я сейчас делаю? Я сейчас здесь все отмою. Вот эти верхушки. Я сейчас, если что, нахожусь наверху на моей кухне. Вот тут вот. Покажу вам. Прям верхние фасады. Я сейчас все это отмою и постелю сюда какие-нибудь газетки, наверное. Или не газетки. Слушайте, у меня есть такие штуки крутые. Надо их купить в фикс-прайсе. Это такие салфетки, они прозрачные. Мы их сходим, купим сегодня-завтра. Здесь все постелим. И вся пыль будет садиться на них. Потом нужно будет просто их брать, промывать. Там, не знаю, в посудомойке или в ванной. Просто набирать водичкой, смывать весь жир, который, всю пыль. И вот то же самое я здесь делаю наверху. Да, тут наверху просто тоже завал. Как вам показать? Я даже не знаю, как. Даже пальцем вот так не делается. Просто тут очень много пыли. Ладно. Наводим красоту. Слушайте, губкой очень удобно. Все скатывается, раш, чик-чик-чик. И все это мы сейчас отмоем. Просто в таких катушках. Я закончила свою работу небольшую. Сейчас я вам покажу результат. Но мне очень нравится. Скажу сразу. Только свободного осталось места. Не захламлено. Все как мне нравится. Ставила тут тарелки. У нас на самом деле тарелки еще есть вот тут. У нас их много. Я сейчас часть тарелок разобрала. Приготовила на дачу. Потому что их очень много. Какие-то уже тарелки... Вот я вам покажу, о чем я говорю. Вот смотрим, если сюда, то видно, что тарелки здесь вот пошкрябаны, поцарапаны вилками. И вот на некоторых, им уже больше трех лет, на некоторых черные уже там полосочки такие темные, темно-серые. Я их отвезла на дачу. Они в целом хорошо. Все отлично. На дачу мы пользуемся редко. Поэтому отвезла пока туда. Сегодня отвезу туда. Оставила тарелки. Вот лишнюю убрала. Разобрала стаканы. Как и говорила, разобрала стаканы под различные шампанское, виски и так далее под вино. Все вот тут вот. Я довольна своим результатом. Все отлично. Надо будет еще немножко разобрать кружки. Я периодически их отвожу тоже на дачу. Порядически мы их разбиваем, докупаем или нам дарят на день рождения. Что, откуда-то на 23 февраля кружки нам дарят в школе Кириллу. Переходим сюда. Тарелочки. Убрала все лишнее. И все такое светленькое, красивое. Тут у меня контейнер с погружным блендером и соковыжималка. И все запчасти от блендера вот тут. Очень удобно. Все так замаскировано и красиво. Ну и часть фужеров, и часть, как они называются, кружка. Кружка вот такая объемная, с трубочкой. Вот эти кружки мы используем на дни рождения. У нас еще они стоят вон там. И еще есть вот тут немножко. Сейчас покажу. Вот они. Когда где-то выездные дни рождения у нас детские, например, там где-то в детском клубе, то я накрываю стол. И очень классно. Детям нравится сюда наливать лимонад. Сверху трубочка. В общем, все рады и счастливы и довольны. Не просто из пластиковых одноразовых стаканчиков, а вот с таких вот кружек. И вот этот вот шкафчик тоже сегодня у нас приобрел новый вид, красивый. Вот про эти кленочки я вам говорила. Вот их постелить. Только они вот у меня зеленые, еще с той квартиры остались. А есть еще прозрачные. Прозрачные надо поменять. А их не будет видно, они прозрачные. И здесь поднимаете, их моете, а тут чистота внизу. Максимум тряпочкой протереть. Тут что я оставила? Корзинка с лекарствами. Она стояла вот здесь, маячила. Она мне не знала, куда ее пристроить. Вот сюда. Это лекарства, которыми часто мы сейчас пользуемся, пока Гриша болеет. Тут витамины еще. Чайная корзинка. Здесь у меня коробочки стоят. Здесь кэроп, какао. Что еще у нас? Здесь тоже чай. Здесь всякие вкусняшки, кокосовые чипсы. Шиповник. Все вот тут у меня в корзиночках стоит. Ну и рюмки я тоже поставила сюда. Они раньше тут стояли, но тут нет заводских упаковок, заводских коробок. Поэтому я переставила сюда. Тоже хочу в какой-нибудь вот такой контейнер поставить, чтобы заводской упаковки вот этой тут не было. Как вам? Оцените мой результат. Может быть, вам кому-то будет интересна организация на кухне. Вот с вами делюсь, как это выглядит у меня. Если хотите, могу еще показать вот этот ящик. По-моему, он у меня тут разобран более-менее. Да, тоже могу показать организацию свою. Так, здесь у меня что? Специи. Специи. Крупы. Макароны. Киноа. Пшено. Кофе. Чай. Вкусняшки. И вот здесь на круглом подносе у меня всякие витамины. Тоже специи. Все очень удобно. Кому-то, может быть, на заметку. Кому интересно, что лежит в моих ящиках. Показываю. Пока все тем более чисто. Единственное, вон тот угловой шкафчик. Его надо тоже разобрать. Я вам покажу его в следующий раз. А по поводу вот этих вот контейнеров. Это максимально удобно. Вот так достаем. Берем, что нужно. И кладем обратно. Во-первых, это визуально смотрится, опрятно, красиво. Во-вторых, все, что находится в глубине задней стенки, мы можем достать. И вот тут тоже, да, например. Вот я даже на стул не буду вставать. Мне нужно достать этот ящичек. Я достаю его, беру, ой, беру, что мне нужно, да, даже вот у самой стенки, например, ромашковый чай. Взяла и поставила обратно. А так вот мне пришлось вставать, лезть туда вот, чтобы достать то, что там лежит. В ящичках это, конечно, гораздо удобнее. Заедем сейчас на заправку. Осталось у нас бензина на 50 километров. Но на самом деле это неправда. Показывает на 50, а по факту там раза в два меньше хватит. Пока я ехала, смотрю, Гриша притих. Пупсик решил поспать. Наша крыша. Хочу вам показать. Крыша на даче. Ее утеплили. Ее все разобрали, вот эту часть нижнюю. Внутри выкинули все старые доски, лаги. И утеплили. Сейчас зайдем во внутрь. Я покажу, как это все выглядит изнутри. И крышу утепляют. И зимой мы сможем приезжать сюда с ночевкой. Будет у нас еще ремонт внутри на втором этаже. Будет внешний. Вот это вот покрытие тоже будет другое. Но крыша будет в этом году до зимы. А вот внутренняя часть ремонта и так далее, это уже будет в следующем году. Достаточно затратно финансово. И, наверное, в следующем году, надеемся, будет там ремонт на втором этаже. Ну, посмотрим. Так, это все, что я привезла на дачу. Тут тарелки, которые сегодня расхламляла. Есть кто дома? Хозяева. Никто меня не открывает. Класс. Дверь открыта, значит, они дома. Наверное, может, спят. Так, идем с вами на второй этаж. Смотрим, что там. А, тут, наверное, будет не очень видно, потому что... Потому что... Потому что... А, ну, нет, видно. Вот эта вот часть... Ну, не очень видно, да. Это есть утеплитель. Попробую фонариком посветить. Так, сейчас. Вот. Видно будет, нет? Это утеплитель. И вот эта стена, которая сейчас вот здесь слева. Вот эту стену Артем хочет убрать. Перегородку, чтобы... Просто была вот такая часть. Крыша... Как вам объяснить? Чтобы вот так был склон. Крыша здесь. Крыша там. А вот это все убрать, это будет продолжение комнаты. Вот эта часть. Сколько здесь? Полметра внизу. Метр внизу и полметра наверху. Это будет все часть комнаты. Так планирует сделать Артем. Но чтобы это убрать, нужно убрать вот эти опоры, получается. Не знаю, это возможно или нет. Она спрашивает у строителей. Возможно ли так сделать. Получается, с этой стороны у нас... Комната. Вот если эту стену мы убираем, то там, получается, будет такой скошенный край. Скошенный угол с этой стороны. И скошенный угол с этой стороны. Будет мансарда. Вот это он тоже хочет верхушку всю снять, переделать. Все глобально переделать. И вот с той стороны, получается, тоже эта часть будет часть комнаты. Ой, сейчас. Вот эта будет... Вот эта стена, если вся убирается, то это будет часть комнаты. Пока это типа кладовка. Вот так. Тут, получается, эта стена как бы делит пополам вот на эту часть и вот на эту часть комнаты. Ну, как-то так. Отпускаемся. Вот эту стену они сделали, сторону крыши. И теперь они будут делать ту часть. Получается, вот такой будет скат, как вот тут. Вот эта, получается, часть. Тут уже крыша. И Артем хочет это все убрать. Вот это все. И чтобы это было продолжение стены вот этой. Объясняльщица из меня, конечно, ну такая себе. Не попал. Мне кажется, ты сейчас горку сломаешь, Кир. Не сломаю. Тихонько там не дергай. Давай. Готов? Да. Держи, держи. Куда-нибудь вот в уголочках поставь пока. Ну, не на подушке только. А потом мы их весной достанем. А закрыть окно? Нет, надо пойти закрыть, иначе будет сейчас ветер. Что строишь? Хочу попытаться сделать гвозди сюда. Там, наверное, гвозди длинные нужны. Еще длиннее гвозди нужны. Я так думаю. Есть самые длинные? Ну, вот, например. Нет, а у него должен быть кончик узкий. Ну, попробуй. Загружаемся обратно. Обратно вещей больше, чем туда. А еще с нами едет дерево.